Иностранный агент Моргенштерн даже после своего переезда в другую страну все равно является центром притяжения внимания миллионной аудитории. Фанаты Алишера обсуждают все – его покупки, перелеты, возможные знакомства и, конечно же, личную жизнь. Даже проживание в другой стране не освободило рэпера от внимания расследователей, которые за считанные секунды раскрывают информацию о новых отношениях музыканта, а потом рассказывают об этом всему интернету. Впрочем, сам Моргенштерн, кажется, не против этого, ведь он понимает, что это подогревает интерес к его личности. Иногда он и сам не против того, чтобы поспекулировать на своей личной жизни, например, когда обращается к Екатерине Мизулиной. Если в случае с Екатериной Мизулиной Моргенштерн все же больше шутил, то вот другие инфоповоды, связанные с его личной жизнью, были вполне серьезными. И в этом видео мы как раз про них и поговорим, вспомнив все отношения рэпера. Что ж, приступим. Но перед тем, как мы начнем, хочется посоветовать вам крутую вещь. Hustle.rf – это магазин крутых кроссовок и одежды по самым вкусным ценам. В ассортименте более 3000 моделей кроссовок и все в наличии. На сайте только реальные отзывы покупателей магазина, которые можно проверить. Удобное оформление заказа и отзывчивая поддержка профессионально помогут подобрать правильный размер. И самое главное, у ребят есть бесплатная доставка и оплата при получении. Также только для наших подписчиков действует промокод BPM, дающий скидку о 30%. Заходи на проверенный магазин и убедись сам. Ссылка будет в описании под видео. Ну а мы начинаем. Поехали! Всем очевидно, что тема отношений рэпера стала куда более интересной для аудитории после его развода с Диларой. Понятное дело, что про этот случай мы тоже расскажем, но чуть позже. Вначале куда интереснее рассмотреть тех девушек, отношения с которыми рэперу приписывали после развода с женой. Например, в какой-то момент фанаты тиктокерши Даши Дошик были уверены, что рэпер встречается именно с ней. Причиной стали несколько тиктоков, которые ребята сняли в коллаборации. Довольно быстро стало понятно, что никаких отношений с Дашей у Алишера нет. Скорее всего, тиктокерша просто случайно оказалась в Дубае, где встретилась с Моргенштерном. А для того, чтобы снять хайповый ролик для тиктока, коллаб с Алишером это лучший вариант. Помимо довольно известных женщин, Моргенштерну приписывали роман и с не самыми медийными личностями. Например, пять месяцев назад на одном из своих стримов инсайт про новые отношения рэпера выдал Хесус. Вот как это выглядело. Итак, дорогие друзья, новая девушка Моргенштерна. Различные инсайдеры утверждали, что девушку зовут Анастасия Данилова, но больше информации про нее нет. Кто знает, может быть ничего серьезного между ней и рэпером не было. Однако в сети есть и другие видео, на которых можно заметить девушку, очень похожую на Анастасию в компании музыканта. К слову, пять месяцев назад Моргенштерну приписывали множество различных романов. Например, тогда он выпустил клип на песню «Грустно», где центральное место занимала некая модель, которую тут же нашли в социальных сетях и начали приписывать ей отношения с рэпером. Позже, как и почти во всех случаях с Элишером, слухи были опровергнуты. Ну и конечно в тот же период времени Моргенштерна заметили в компании Лиза Василенко. Он прохаживался с ней за руку, что тут же породило слухи о появлении новой пары. Лиза это тоже звезда тиктока, с которой возможно Алишер познакомился через Дашу Дошек. А вот кстати и видео, из-за которого по всему интернету разлетелись слухи. Оказалось, что это видео постановочное. В том смысле, что оно скорее всего было снято для нового тиктока, так что никакой сенсации и тут не получилось. Но дальше стало появляться все больше и больше доказательств отношений между молодыми людьми. Хотя сами они до сих пор ничего не подтвердили. Например, Лизу и Алишера начали замечать вместе в общественных местах, где они вели себя не иначе, как люди в отношениях. Однажды в тиктоке рэпер даже станцевал под манеру по просьбе блогерши. Тогда у большинства фанатов пропали любые сомнения. Если вы не знаете, кто такая Лиза Василенко, то мы советуем зайти вам в наш телеграм-канал и посмотреть пост от 9 марта. Лучше всего о ней расскажет телеграм-канал по той причине, что она, помимо тиктока, активно ведет и зарабатывает на своем онлифансе. А там контент такой, что на ютубе так просто мы его не покажем. В общем, советуем зайти в наш телеграм-канал по ссылке в описании. А мы пойдем далее. Конечно, в этом видео ну никак нельзя было бы обойтись без Дилары. Она не просто часть прежнего окружения артиста, но и важнейшая часть его прошлой жизни, которая, похоже, теперь ушла навсегда. Пара познакомилась очень давно, еще в школе, когда оба они жили в Уфе. Встречались долгие годы, сходились и вновь расставались, пока, наконец, у них не случилась свадьба прямо в Москве, где ведущей была Ксения Собчак. За какие-то считанные месяцы Алишера Дилара стали самой обсуждаемой парой в российском интернете. У девушки в соцсетях набирались миллионы подписчиков, а сама она даже успела открыть собственный салон красоты. Конечно, не без помощи мужа, но в браке они прожили недолго. Вынужденный переезд рэпера в Дубай, во многом, по словам артиста, сыграл с ними злую шутку. Побыв вдвоем некоторое время, они поняли, что их отношениям приходит конец. Правда, пара рассталась без каких-либо скандалов. Все было чинно и благородно. Сегодня официально мы подали на развод. Да, Петя. Спасибо. Нас двое теперь в помощи. Сама Дилара тоже никакого негатива к рэперу не испытывает. Даже наоборот. Сейчас с этим все намного проще, намного как-то, ну, поспокойнее. Я имею в виду с рекламой, с контрактами, вообще со всем. Лично у меня. Вот. Но я не могу не упомянуть тот факт, что когда мы были вместе, он, конечно, он обеспечивал меня. Вот. Он дарил мне дорогие подарки, это у него не отнять. Вот. И... yes. Почему yes? Странно. Да. Ну, ты уже на английский пришла в Дубай. Ну, по полу так, по полу так. Ну, вот. И... Я бы не сказала, что есть какая-то, ну, какой-то вот дикий перевес. В одном моменте, как бы, плюс, в другом минус. Поэтому получилось равно. Во время их отношений до брака и во время него частенько происходили скандалы романтического характера. Где в центре внимания был Моргенштерн, что наверняка Диларе не очень было по нраву. Например, однажды во время шоу Баста вопрос ребром в студию пробралась женщина, которая уверяла, что у нее есть ребенок от рэпера. Видимо, намекала на алименты от Моргенштерна. Пикантности ситуации придавал тот факт, что в зале сидела и Дилара, которая слушала весь этот спич. Читайте эти вести СМИ про нас, с тобой ей норм реально нет. Стой, какое порно, ай, в телеге ходит, вай. Дили монашка не как я, Ваня. Даш... Вопрос, а алименты дашь нам рэп, папашка? Алименты дашь нам рэп, папашка? Алименты дашь нам рэп, папашка? Ого! Я это серьезно? Хочешь увидеть своего ребенка? Честно, не расслышал текст, но... Ну, один ребенок у тебя есть. У тебя один ребенок есть, я тебя поздравляю. Всем быстро стало понятно, что это фейк. А девушка таким образом просто пыталась пропиариться. Попытка, очевидно, была неудачной, чего не скажешь про другой кейс. Нельзя сказать, что Клава Кока каким-то образом пиарилась на слухах об отношениях с рэпером. Но момент их поцелуй во время клипа «Мне пох» породил множество слухов. «Мне пох, пох, тебя люблю, но веду себя так, будто мне пох, пох...» Уже позже, в 21-м году, артистка признавалась, что никаких отношений, кроме дружеских, между ней и Алишером нет. Вот ее цитата. «Моргенштерн – мой друг. Мы можем с ним встретиться, часов в пять проболтать. Когда мы видимся, это очень откровенно. Я доверяю ему многие вещи, о которых не могу никому рассказать. Это взаимно». Недавно Кока рассталась с бойфрендом, блогером Димой Гордеем. После этого ей стали приписывать отношения с Егором Кридом, что, впрочем, тоже не подтвердилось. А на сегодня у нас все. Кого вы бы добавили к этому списку? Оставляйте свои варианты в комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока!